Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики нашего канала. Сегодня наш рассказ будет посвящен тяжелому танку Второй мировой войны, который Франция чудом смогла запустить в производство уже в 1944 году. Работы над этим танком были начаты еще до захвата Франции немцами в 1940 году. Еще до начала войны французское командование намеревалось заменить тяжелый танк В-1 новой моделью, которая была бы оснащена противоснарядным бронированием и мощной артиллерийской системой. Так в 1938 году во Франции начались разработки новой машины на базе шасси тяжелого танка В-1. По проекту танк предполагалось оснастить башней абсолютно новой конструкции и установить в ней 75-мм длинноствольную пушку. Но, к сожалению, к моменту захвата Франции немецкими войсками этот проект был только в стадии разработки. Тем не менее, несмотря на оккупацию Франции, конструкторы продолжали работу втайне от захватчиков, и в 1944 году, сразу же после освобождения Парижа, новая модель танка была немедленно запущена в производство. Машина получила обозначение «Эрл-44». По предварительным планам предполагалось произвести 300 машин, но, учитывая проблемы с восстановлением экономики, удалось выпустить всего 60 танков. Эти машины были приняты на вооружение 503-го танкового полка. Производила танки «Эрл-44» фирмы «Рено». Изготовление башен для танка «Эрл-44» было налажено на заводе компании «Шнейдер». Гусеницы и подвеска на танк практически без изменений перекочевали с танка «Б-1». А вот корпус, башня и двигатель были абсолютно оригинальной разработкой. И до этого во Франции ничего подобного не было. На танке стояла модернизированная 90-мм зенитная пушка «ДСА», имевшая начальную скорость полета снаряда 830 метров в секунду. Конструкция танка «Эрл-44» является логическим продолжением французских тяжелых танков 30-х годов. Корпус танка имел длину чуть более 9 метров и был сравнительно узким. Это было сделано для того, чтобы танк мог преодолевать широкие окопы и противотанковые рвы. Подвеска состояла из большого количества небольших катков, но такая конструкция подвески устарела еще в 30-е годы. Но именно она указывает на то, что конструкция ходовой части была позаимствована у тяжелого танка «Б-1», имевшего такую же подвеску. Основным этой конструкции было то, что она серьезно ограничивала максимальную скорость танка. И у танка «Эрл-44» она составляла всего 37 км в час. Самый низкий показатель среди всех послевоенных тяжелых танков. Правда, виной этому была не только подвеска, а и то, что во Франции 40-х просто отсутствовал достаточно мощный мотор. Еще одним из недостатков трансмиссии было то, что она довольно сильно перегревалась. Поэтому танк «Эрл-44» был оснащен довольно сложной системой вентиляторов и охлаждающих каналов. Броня лобовой части корпуса была толщиной 120 мм, а броневые плиты располагались под наклоном 45 градусов, что делало лобовую броню танка эквивалентной 170-мм вертикальной брони. Именно благодаря этому «Эрл-44» оказался наиболее сильно бронированным французским танком, вплоть до появления танка «Леклерк» уже в наше время. 7,5-мм пулемет устанавливался спаренно с пушкой в башне. Башня была самой современной частью танка, хотя также имела серьезные недостатки. Основным из них было плохое качество сварных швов. А литую башню со столь толстой броней в начале 40-х компания «Шнайдер» просто не могла делать, исходя из своих технических возможностей. Передняя часть корпуса танка с учетом опыта Второй мировой войны была спроектирована наклонной. Толщина брони. Во лбу корпуса 75-120 мм. В бортах корпуса 50 мм. Во лбу башни 110 мм. В бортах башни 60 мм. Технические характеристики «Эрл-44». Пушка ДСА-45, калибр 90 мм. Два пулемета 7,5 мм. Прицел телескопический. Двигатель карбюраторный «Майбах» мощностью 760 л.с. Скорость по шоссе 35 км в час. Боевая масса 48 тонн. Танк имел классическую схему. Экипаж состоял из пяти человек. Механик-водитель танка с помощником располагались впереди в отделении управления, а три остальных члена экипажа располагались в довольно просторной башне. Двигатель и трансмиссия, как и положено для классической схемы, находились сзади. Любопытно, но после «Эрл-44» была запланирована усовершенствованная модель – танк «Эрл-50». В целом «Эрл-44» показал себя довольно ненадежным. Часто выходили из строя тормоза, коробка передач и подвеска. Была даже разработана специальная программа для увеличения надежности этих танков. Перед народом «Эрл-44» засветился только один раз. Десять машин приняли участие в параде на день взятия Бастилии – 14 июля 1951 года. Производство этих танков было свернуто в 1953 году, после того, как во Францию стал активно поставляться американский танк М-47 «Паттон». Оставшиеся танки в дальнейшем использовались в основном в качестве мишеней. До наших дней дошло три танка «Эрл-44С». Они выставлены в музее в Самюре и в музее 503-го танкового полка в Мурмелон-Легран. Всем спасибо за просмотр! Если видео вам понравилось, ставьте лайки! И, конечно же, не забывайте подписываться на наш канал! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok